Сегодня наша съемочная группа находится в центре лечебной педагогики «Чудо-дети». И вот сейчас, как вы можете видеть, психологическую медицинскую помощь получает шестилетний Владимир. Вова приехала с родителями из Лесичавска в Челны. Курс реабилитации длится уже два месяца. Это и занятия по дефектологии, логопедии, работа над нежелательным поведением и многое другое. Как отмечают мамы и папы мальчика, прогресс заметен. Раньше, например, что-то заставляешь его сделать, он прям психует, не хочет делать и все. Сейчас более усидчивый стал, например, занимаешься с ним, играешь, например, или он играет. Он более может часами сидеть теперь и играть. У нас был центр, все теперь это разбито, заниматься негде. Нам спасибо, помогли сюда попасть. Ребенок задания не хотел вообще раньше выполнять, но он говорит некоторые слова, повторяет. То есть, если что-то попросить, он не захочет этого делать. Вова добился результатов. Он может самостоятельно одеться, обуться, поставить вещи на свои места и многое другое. Занятие проходит на территории санатория «Жемчужина». Здесь же семья и временно проживает. Для этого созданы все условия. Помещения, где будут располагаться кухни и бытовая зона, ремонтируются. Маленькое помещение специально создано, потому что у детей, кроме того, что есть тяжелые ментальные нарушения, еще они усугубляются тяжелым посттравматическим синдромом, вызванным затяжными военными действиями, которые уже на протяжении почти 10 лет на этой территории, на территории Васильчанска. Поэтому эмоциональное состояние у ребят тяжелое. Они боятся большого скопления людей, громких звуков. Лечение и реабилитацию уже получили пять семей. Еще две приехали накануне вечером. Инициаторами и руководителем проекта стал волонтер и предприниматель Рустам Гатин. Все расходы на транспорт и ремонт кухни на себя взял депутат горсовета Раиль Минигалиев. Эту картину мне подарила Настя, девочка, которая первая к нам приезжала по программе реабилитации «Ребятишка из Лисичанска». Девочка была непростая, сложная. Девочка приехала к нам без речи. Пробыла она у нас здесь достаточно долго, больше месяца. И у нее точно были прогрессы и по медицинской части, и по социализации. Когда 13-летняя девочка уезжала обратно, она уж общалась. На память она оставила рисунок – две ладошки, направленные друг к другу с гербами Лисичанской и Челнов, а посередине – флаг России. А еще она изобразила все то, что ей дорого в родном городе и Автограде. Эльмира Гайнудинова, Сергей Вильданов. Новости. Набережные Челны.